Доброго времени суток! И несмотря на события, которые происходят сейчас в России и в мире, мы продолжаем рассказывать о новостях в промышленности и технологиях России. И, конечно же, перед тем, как мы начнем, обязательно подпишись на канал, поставь, соответственно, лайк этому видео, ну и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Это канал МашНьюз, Андрей, погнали! Правительство России на три года освободит отечественные IT-компании от налога на прибыль. Им предоставят льготные кредиты на выгодных условиях по ставке не превышающей 3%. Кроме того, сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получить осрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях. США вводят блокирующие санкции против 22 российских компаний, связанных с обороной. Ограничения также коснутся фирм, которые создают боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы электронного оружия, ракеты, а также военные беспилотники. Помимо этого, США вводят меры экспортного контроля в отношении нефтегазового оборудования, которое поставляется в Россию. Вместе с тем, американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil выходит из проекта Сахалин-1. Это один из крупнейших в России нефтегазовых проектов с прямыми иностранными инвестициями. Ранее о выходе из проектов в России объявили другие крупнейшие нефтегазовые компании – британская BP и британско-нидерландская Shell. Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для всех военных кораблей. Это единственный путь из Черного моря в Мировой океан. С момента закрытия страна уже не пропустила три российских корабля, которые базируются за пределами Черного моря. Россия с этим требованием согласилась. А крупнейшие контейнерные компании мира остановили перевозку товаров из России и в нее. Среди них швейцарская MSC, датская Марск и французская CMEA CJM. Они являются тремя крупнейшими в мире контейнерными компаниями. Финский железнодорожный оператор VR останавливает свои контакты с РЖД. Кроме тех, что необходимы для движения поездов Allegra между Россией и Финляндией, поезда пока не отменяют. Американская авиастроительная корпорация Boeing заявила о своем прекращении технического обслуживания российских авиакомпаний. Кроме того, о прекращении поставок в Россию или остановке своего производства в России сообщили крупнейшие автопроизводители. Ford, BMW, Volkswagen, Jaguar, Land Rover, Volvo и другие. Тем временем в Минтрансе обсудили возможность национализировать Boeing и Airbus на фоне данных санкций. В обсуждении также приняли участие Aeroflot, S7 Group, Уральские авиалинии и UTAIR. При национализации лайнеров на них можно будет летать не больше полугода, поскольку санкции также затрагивают поставки запчастей, необходимых для проведения регулярного ТО. Nokia прекратила поставку оборудования в Россию для сотовых операторов. В его числе сетевое оборудование, базовые станции, прочие компоненты для систем связи. Финская компания также прекратит развитие 5G-сетей в России. Свою продукцию прекратили поставлять американские производители процессоров AMD и Intel. Это может привести к дефициту компьютеров, моноблоков, систем хранения данных и другой электронной техники в России. Также к санкциям присоединились производители чипов TSMC. Их мощностями пользуются Apple, AMD, Qualcomm, Nvidia и другие компании. На заводах TSMC изготавливали российские процессоры Elbrus и Baikal. 27 февраля их производство было приостановлено, а поставки других решений российским партнерам прекращены. На этом наши новости, посвященные технологиям и промышленности за последнюю неделю, подходят к концу. Обязательно пишите в комментариях свои мысли на этот счет. Есть ли какие-то альтернативы у России, есть ли какие-то уже решения. Ну и конечно же подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали. С вами был Андрей, канал MASH News. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!